Престижность компании и стабильная зарплата – важный фактор в поиске работы. Для некоторых людей, чтобы работать, не нужны никакие начальники и рабочее место. Фрилансер – человек, который работает сам на себя. Он не столько бизнесмен, сколько сам себе целая компания. Мой доход месячный, он зависит сугубо от меня, и совершенно нет никакой надежды и уверенности в своем начальнике, в своей бухгалтерии, которая даст мне какую-то зарплату. Свою зарплату Александр получает в своей бухгалтерии. Никто не ругает за опоздание или за невыполненный план. Социолог по образованию, он помогает тем же офисным сотрудникам осваивать разные компьютерные программы. Хорошо выполненная работа и правильная реклама – гарантия успеха. Одна из проблем, что не все люди готовы быть самым занятым таким населением, фрилансером, потому что все зависит от дисциплины, от своей. И как тут сумеешь, не сумеешь себя победить. Кирилл Бабенков – мастер фотографии. Не имеет времени на эти бои с собственной ленью. Кирилл знает, что его фотоаппарат может дать молодой девушке массу положительных эмоций, а ему – неплохой заработок. Особенно летом. Для этого надо уметь снимать. То есть, если ты показываешь хорошие работы, тебя будут, соответственно, заказывать. То есть, реально сейчас очень быстро можно найти себе клиентов. Фриланс – это постоянный поиск работы. Фотографии в интернете и сарафанное радио – верные помощники в этом деле. Сам Кирилл учился на программиста, но, работая на себя, решил заняться своим любимым делом. Его съемки в стиле «трэш-э-дресс», например, фото среди развалин старого дома, сейчас пользуются большим успехом. Для Самыловой Олеси работа на дому – единственный шанс заработать деньги. Поэтому она решила пойти на обучающие курсы и стать мастером по моделированию ногтей. Хорошая работа – самая лучшая реклама. Олень и праздность – не лучшие помощники для зарабатывания денег. В доход иногда превращают даже небольшие увлечения. Например, изготовление различных украшений из полимерной глины. Я занимаюсь так называемым хендмейдом. Делаю бижутерию, серьги, браслеты, ручной работы из полимерной глины, пластики. Я размещаю их на своей страничке в интернете. Все желающие, которые хотят приобрести, просто звонят мне или пишут, и я делаю их на заказ. На самом деле, это очень просто. И можно сделать и самому. Для этого мы возьмем кусочек шоколадной пластики. В руках человека, который любит и не жалеет времени и сил на свое ремесло, кусок простой глины без видимого труда может превратиться в модный аксессуар. Нужно запечь их в духовке. И у нас готовы милые шоколадки. Международный день фрилансера. В России можно назвать днем трудящихся. Эти люди смогли победить свою лень, организовать себя и научились хорошо работать. Трудолюбие и дисциплина – неплохой способ наладить свою жизнь. Сергей Николаев, Вадим Будько, Данил Ивлев. Программа «Пропсков за неделю».